Так, вот, коммунисты, но все-таки вас тоже заставил это. Есть молодежная патриотическая организация «Сталь». Сегодня день молодежи, все равно. Да, вот, «Сталь». А я связан с райком, с райсполком, я все связан раньше, был и... Ну есть вот молодежная, я говорю, у нас в Тамбове организация, называется она «Сталь». Вот я являюсь руководителем ее. Вот, и сейчас проходит вообще всероссийская акция, называется она «Твой фильм о войне». О войне? Да. Значит, ну, в рот 65 лет и прошло, ну, а за сами... А это вот целый год будет длиться эта, ну, так сказать, акция, да, то, что молодежь именно ищет ветеранов и снимает, ну, как, фильм, да, то есть ваши воспоминания. То есть раньше к вам ходили, просто там записывали, да, фотографировали. А это на камеру, то есть, вот, есть сайт в интернете, и там размещены вот эти, вот, так сказать, все фильмы, да, ну, интервью. Ну, пожалуйста, вопрос, давай-ка мне. Ну, наверное, для начала представьтесь фамилии, имя. Казар Сванцев. Вот, и ваши воспоминания о Великой Отечественной войне, да, как она началась, как, 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 ваша судьба, наверное, вот именно в эти фронтовые годы. Ну, это все я буду рассказывать вам так. Ну, да, да. Все расскажи, как начало войны, когда призвали, когда... Свой путь, в общем, да, 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 да. Родился в 22-м году, так, в разных жил. Спасибо. Да, в колхозе. Так, потом мы, 7-класс я кончил, на верхней, вот сейчас верхней, разной, и прошла она в позор. Галкин кто был? Ну, Реалк. Да. Вот, на верхней, наверное, и 7-класс тогда кончал я, да, на участии. И я уехал по верботке в Подольск. Так, это в 39-м году. Ну, в Подольске я работал, ну, работал я, притом, учетчиком был, 7-класс образованием было. Но после этого наша семья туда приехала, там наше полсела. Так, Подольску мы находили, ну, и началась война. Нас, мы были строители, все, землепополные, разные рабочие были. Вот. Ну, я и учетчиком был, все, все, я думаю. Да. И началась война. Война началась, нас на Турговый фронт, мы были в Балагое, станции Балагое на Ленинграде, под Ленинградом находились. Вот. Копали блиндажи. И 12 января 42-го года нас берут в армию. Я находился в Боловне. Так, везде я находился. Пошел какой-то путь. В школу младших командира, в Челкина младшего командира, а война шла уже. Вот. Тут обстановка под Сталинградом была плохая. Успокойся, успокойся, успокойся. Успокойся, успокойся. Успокойся, успокойся. Я был разведчиком. Я был пехотным, когда была пехота принята, я был разведчиком. И в 4 августа 42-го года я уже был под Сталинградом. И ночь подходит, ножом острый. Август месяц. А мы пехотинцы идем в разведку за языком. Каждую ночь задачу выполнять, выполняли за языком. И приходилось такие люди, что у нас некоторые люди струщивали. А струщивает здесь человек один, струщит, в том, вращаясь назад. А назад вернется, что морально считают, что невозможно это делать. Ругаюсь это делать. Вперед. И 19 ноября, ну до этого мы тоже ходили, и у нас были случаи, а народ в разведпроводе были, у нас разного, ни русских не было. Все русские были, ну разные трусы были всякие. И что же получалось, струщить один человек, назад выращиваемся. Значит, мы до 20 не выполнили. А тропейте идем туда. 19 ноября пошли мы на наступление под Сталинградом. 23-го числа окружили немцы. А мы в разведку каждую ночь ходили, и 22-го числа меня ранило. Ранило мягкие ткани. Я весь из Арбаты был, и ходил даже без белья, ничего, не дарил госпитал. Борщики, Чкаловская область, на регион Урала. Ну, значит, это лечили мне, но я минометчик учился на минометчик. После этого, значит, я выздоровил все, и направляюсь в минометный, опять я иду, Орловско-Курско-Дуга. Так, тут наш минометный полк, и минометный полк я был заряжающим. И в этом, через 59-метный полк мы, с ночного начала формирования, вступаем в Орловску-Курску-Дугу. И 5 июля 43-го года мы пошли в наступление. Ну, тут мы продвигались хоть туго, но продвигались. И 2 января 44-го года, я минометчиком сад Борщики, заряжаем, стреляем, заряжающим я все время был. Да, насчет наград. Наград не балуйся, под Сталинград мы их не давали. Тут не до них было, с обстановкой. Да там видно все равно хорошо. Вот, и начинаем мы, значит, все продвигаться. И мы 2 января 42-го года, 42-го года, 42-го года, 44-го года, 2 января мы взяли нам город Волынск. Нам присвоили звание нам город Волынский. За Орловску-Курску-Дугу дали мне отличный минометчик. Так, вот, ну и так продвигаемся мы. Орел вперед освободили мы, Орловску-Курску-Дугу, Новгород Волынск. И так продвигаемся дальше. Предпошли мы по Польше, Польше, так, и был, да, и в Чехословакии, в Австрии, в Венгрии. И мы теперь, когда Берлин взяли, да, а наград тут после добавили, мне надо сказать, это не скажу, что это надо. Вот, мы, значит, Берлин взяли, потом пошли на Прагму, в Чехословакии. В Прагму пришли, поставили танк, и война на этом как раз кончилась. В Австрии, в Шапроне, делали парад, День Победы. Вот он весь боевый путь. Наград какие-то в войне, мне после, сейчас, вот, допустим, мне. Три медали за Атваху, отличный минометчик, он, конечно, не считает. Ну, это за Орден Отечественной войны, Орден Красной Звезды. А это меня дали, там, за взятие Харатов, праздновать, победу, да, все. Так, у меня командир батареи, герой Советского Союза, пчелинист, герой Советского Союза, он кавалер, не герой, он, а командир Движенка Починности, тоже герой Советского Союза. Вот, на боевой путь мой. И всю дорогу я воевал. Вот, и все. Это вы, начиная с 42-го, да, и до 45-го? Да, до 1-го, и до 1-го, и я не побегал, что мы находились. И в Венгрии я был, и в Чехословакии, и в Акции, и в Шапроне, и везде, все, 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 все прошло двоевый путь. Ну, хорошо, сейчас, вот, даже, у нас, кажется, почет никакого особенного нет. Ну, поставление вышло, вышло. Путин сказал, что дать квартиры, так, ну, хорошо, ну, что от меня еще требует? Ну, почему не дать квартиры? А вы 800 тысяч не дали? У нас, ему как бы не положено. У него нет своего жилья, он живет у сына. А по жилищному кодексу мы уже два суда прошли, что ему не положено. И что общую площадь, у него у нас 14 квадратов и более. А они не берут во внимание никто, что ветеран, инвалид войны, ветеран не имеет своей собственности. А берут во внимание, что он живет у сына и является членом семьи. Но у него нет своей собственности. Так, только это говорят хорошо. Это, знаете, это у нас, вот, всероссийская организация, Сталин, вот, может быть, слышали молодежное движение наше. Да, все равно, ну, ну, ну. 15 мая как раз в Москве была акция, вот мы там были. У нас один парень, он из Владимира, то есть там вот у них отделение. И в марте произошла, ну, такая же ситуация в Барнауле. То есть там ветеран был, вот, и также полагалась квартира, Путин сказал. А местные власти, все это, ну, понятно, как это, все деньги себе положили. И вот там устраивали пикет, то есть прям приезжала молодежь и, в общем, поставили в конечном итоге сбоку на очередь. Нет, нас не ставят на очередь в связи с тем, что он живет у сына, и по жилищному кодексу ему не положено. Он является, как бы, членом семьи сына. А то, что он ветеран, участник войны, инвалид войны, и это никто не берет во внимание. И то, что Путин говорит, что обязана ему дать один раз в жизни, он имеет право на получение своей собственности. Не положено. Давай поговорим. Да вы уже два суда прошли, девочки.